Развитие экономики, региональные меры поддержки бизнеса в условиях санкций и реализация национального проекта «Культура». Эти вопросы обсуждали на Совете Приволжского федерального округа, который пришел в Ижевске. Главы регионов подключились по видеоконференц-связи. Как отметил глава Федерального министерства экономического развития Максим Решетников, 56 предложений от Приволжского округа вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций. Внимание правительства акцентировано на реализацию действующих мер поддержки. Пол предпрезидента в Поволжье Игорь Комаров добавил, что ситуация в ПФО стабильна и соответствует общероссийским тенденциям. Сейчас мы видим показатели достаточно комфортные и хорошие и по региональному продукту в регионах ПФО, по уровню занятости. Но отдельно обсудили то, что не надо расслабляться, потому что не все вопросы еще решены и много очень предстоит сделать. Но, на мой взгляд, и регионы понимают, что нужно делать. В Ульяновской области, чтобы помочь предприятиям и бизнесу, действуют не только меры поддержки, но и развивается межрегиональная кооперация. Так, несколько дней назад на Иннопроме в Екатеринбурге несколько региональных компаний заключили соглашение с концерном тракторной завода из Чувашии. Ульяновцы будут поставлять свои комплектующие в соседний регион. Подобные договоренности есть с Самарой и Татарстаном. Что касается нацпроекта «Культура», то во всех регионах Поволжи идет строительство и ремонт различных учреждений культуры. Закупаются инструменты и оборудование для детских школ искусств и училищ. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала о новом федеральном проекте «Придумано в России». По нему в городах откроются школы креативных индустрий. «Культура» в России – это большая инициатива, которая создает основу поддержки творческих предпринимателей. Программа все желает, чтобы получить знания в школах креативных индустрий. Их научат создавать проекты на стыке искусств, деятельности, программы технологии, студенческого управления и кино, и анимации, и структуры жизни. Восемь подобных школ откроются в Поволжье. В Ульяновской области проект будет реализовывать губернаторская школа искусств в партнерстве с Госуниверситетом. Напомним, в этом году по нацпроекту в регионе модернизируют 10 объектов. Один из них – строительство здания для театра юного зрителя в Ульяновске. Сейчас на площадке кипит работа. Строители идут точно по графику. Возведены три этажа из четырех. А в августе завершат весь этап строительства монолитного каркаса. Перейдут к кровельным работам. Также в регионе в это время строят дома культуры в Старотимошкино Барышевского района и в Шиловке Сенгелейского района.